Наши герои бодрствуют в темное время суток не потому, что сон к ним не идет. Когда весь город засыпает, они просыпаются, чтобы работать. День давно поменялся с ночью, но это ничуть не мешает зарабатывать деньги и успевать абсолютно все. Просыпаюсь 9, там занимаюсь своими делами, вечером 10 начинаю работать. Ну, прихожу сюда, приезжаю. Тренирую людей, вот, приходят люди там с баров, кто-то, да, со смены. Там, вот, сам тренируюсь тоже, совмещаю, начну работу с тренировкой. Сон нужно заслужить. Заниматься ночью – это неплохо, это хорошо, именно фитнесом, да. То есть ты можешь лишний жирок погонять и пойти спать. Вот, если в течение дня ты ничем физически не работал, ничего не делал, то ночью – это само то. Ну, я работаю на двух работах. Одна из них связана с телевидением, вторая – это ночной клуб. Я работаю в клубе гардеробщиком, и я там работаю 8 часов. Сложно самое – это ровнять сутки. Я это делаю, просто не сплю сутки, чтобы ровнять их более-менее. Или стараюсь как-то проснуться пораньше. Если тебе нравится сама эта сфера, то и тяжелая тебе кажется, то ты любишь это, то это может дать для себя чем-то наподобие хобби. Занимался в зале, и появилось объявление, что требуются ночные тренера. И решил попробовать. Люди приходят ночью, занимаются, хоть несмотря на свои графики на самом деле. Практически, наверное, человек за ночь приходит 30-40, может. И каждый спокойно подходит, просит помочь. И я помогаю. В принципе, все тренера наши. В плане того, что приходить или не приходить, лучше прийти на самом деле. Потому что до лета осталось мало времени. Напомним, по Трудовому кодексу Республики Беларусь, ночным считается время с 10 вечера до 6 часов утра. Врачи, пекари, таксисты – это лишь начало списка тех, кому луна давно заменила солнце. Вряд ли комфортно такая работа будет для жаворонков, а вот совам можно открывать карманы шире. Есть и бонусы. Говорят, многих подобные ночные предложения манят отсутствием начальства на рабочем месте. Елизавета Крошинская, Татьяна Маркова, Виталий Мотин. Наше утро.